здравствуйте уважаемые доброго времени суток меня зовут ника я снова с вами и мы на моем канале изучаем и получаем удовольствие от рассмотрения винтажных американских украшений но и не только украшений сегодня будет у нас интересное видео как мне кажется но начать я хочу не с украшений начать я хочу с вот такой шикарный чайной пары это костяной фарфор посмотрите какая сказочная красота золото роспись эмаль это япония довоенная япония пара в шикарном состоянии ну ты кому-то она доставит удовольствие при чаепитии наверно так а мы с вами будем смотреть сегодня вот такую шкатулку полный украшений она досталась мне ну через знакомых мне порекомендовали скажем так сказали что продается и не так глянув сверху под поняла что тут есть что посмотреть поэтому мы с вами будем смотреть а вы в обмен подписывайтесь пожалуйста потому что youtube мне все время пишет 60 процентов смотрящих не подписан на ваш канал такая статистика почему вам нужно подписаться потому что вы будете получать регулярно уведомление не пропустите очередное видео а так мимо вашего носа придет может быть что-нибудь интересненько и обязательно комментируйте пишите комментарии не жадничайте потому что каждый комментарий даже если это просто смайлик он повышает рейтинг канала хочется чтобы такую красоту увидела как можно больше людей вот ну и я предлагаю с вами начать и начнем с браслета ой какое красивое арт стекло такое когда знаете закос под ополитовое стекло но от этого не менее роскошная где-то на 17 браслетик красота так для меня здесь тоже все новое и я буду это все видеть первый раз вместе с вами поэтому если что не так прошу прощения это на 40 литре мой какая нежность такой американцы очень любят такой вот такую тонкую цепочку под золото и под серебро и какой-нибудь интересный подвесик 40 метре сам по себе как бы такой бренд известный достаточно так дальше брошечка брошечка хорошечка так называемая брошь орден синий кристалл жемчуг золотой тон и две цепи маркировочек нет где-то 60 так такое что в куличках ну буду доставать шуршать ссоре но нам даже все посмотреть правильно так еще одна 40 внутри но это уже вещица известного и она такая старенькая поюзанная это вещь вещица известная у 40 внутри комплект есть с такими по-моему браслет и и и серьги и что там еще так девочки которые недавно с нами снова у нас наша как это наша песня горна нова как по-коррински говорят да начинаем и и снова мы давным-давно этот вопрос закрыли но я его озвучу значит просите подольше держать украшение на столе если я буду очень как бы тянуть со временем мы очень мало что увидим а эти украшения они просто уйдут от если я сегодня и вам их не покажу то завтра уже их не будет поэтому я даю несколько секунд неподвижной фиксации и кому нужно там рассматривать и так далее просто делайте скрин пожалуйста увеличивайте как угодно делайте вам будет удобно с этим большинство согласилась поэтому мы как бы работаем по старой схеме так посмотрите вот какая интересность от компании на пьер в отличном тоже состоянии козелочек завязан только интересный подвесик это уже что-то в греческом таком стиле или староримском и если а еще вопрос который мне задают практически после каждого видео все украшения которые показывают практически все вы можете зайти рассмотреть и приобрести на моем в моем ebay магазине ссылка на который под каждым видео ой 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 это очень красиво когда-то мне такая уже попадалась один раз но была она меньше а это такая крупная красота это резной натуральный перламутр роскошный это бусинки плоские под серебро а может быть и серебро а может быть и серебро и ну камень похож на ларимар но вот эти черные вкрапления не знаю подскажите мне я все знать не могу естественно я тоже как его я все время учусь узнаю что-то новое и если вы владеете какой-то информацией не чайки поделитесь с нами нам будет интересно так еще одна тонюсенькая цепочка есть маркировочка селью гляну не поняла от компании иван много рассказывала я про украшение винтажной этой компании но самое главное что они все покрыты по золотой и перламутровые вставочки бабочка роскошная вещь что-то здесь еще она еще открывается ее можно как брушечку наверное или как что-то даже не знаю как что такая маленькая я ну кто знает кто со мной давно знают я вот такие мелкие украшения не люблю конечно я с ними работаю их восстанавливая не у меня продаются потому что я понимаю что огромное количество людей любят именно такие украшения еще одна 40 country он тоже красивая какая бабочка тоненькая цепочечка такая нежненькая девичьи какие-то называют и бабочка двусторонняя смотрите с одной стороны под золото в треть стороны под серебро красота 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 среди бегущих первых нет и отстающих так теперь дальше мой а вот что-то такое что такое раз такое прям раз такое так здесь маркировочки нет но это не портит это украшение абсолютно зритель не качестве хочу и правильно выложить я как раз а ну это же просто невероятно и слайк здесь твери лайк стекло граненое с эффектом а.б. металлические ажурные бусины двухрядная красота трудно сказать кто ну думаю что япония так а вот это украшение счастливого вытяну она очень старая я думаю что это где-то сороковые пластики тогда по и начали появляться тогда было очень модно в америке иметь такие украшения в странах и такого наверное близко не было сороковых это пластик пластик очень интересно покрыт эмалью здесь так понимаю имитация бамбука а это типа на реимитации каких-то семечек и так далее здесь в америке очень много вот винтажных украшений сделанных но я думаю что найти в америку наверно может быть а может быть и вот это испаноязычная из испаноязычных стран латинской америки делают очень много из каких-то семян я даже не знаю что это за семена украшения но тоже я такое не люблю так красивезный браслет от компании кора узнаваемо правда да серебряном тоне и самое главное это сороковые но состояние просто шикарно его не носили то что у горы я неоднократно говорила у них есть и же big problem это вот здесь стираются там где места соединений что-то у них или слабоватый слабоватое покрытие или что-то для отверстия может быть сильно маленькая между движущимися элементами и соответственно стирается поскольку здесь нет вообще следу возноса это говорит о том что украшение не надевали ой тут последнее у нас время много разговоров дамаскин не дамаскин мне скажите это тоже не дамаскин мне кажется что дамаскин причем такой роскошный но вы выскажите свое мнение к птичка в цветах цепь красивая трудно сказать но япония скорее всего вряд ли испания сюда со своими украшениями приходила в большом количестве японские украшения очень много интересная вот эта штучка такое неполное сердце и кажется что она как-то еще должно открываться может быть или нет браслетик не знаю что символизирует такое наполовину наполненное сердце но что-то символизирует однозначно так следующее мой посмотрите мой любимый лабрадорит причем какой шикарный камушек дальше идет натуральный гранат жемчуг лабрадорит кварц барочный жемчуг мой какая щита классная это очень эффектная вещь обжая не могу расстаться со своей любовью к натуральным камням очень их люблю мне по большому счету даже не столь важно в каком металле они оправлены но вот именно что драги что полудраги у меня коллекция наверное всех камней украшений из всех камней и только существует тоже интересная вещица очень старенькая шпрингельный замочек кое-где утрачено покрытие на жемчужинках надо будет восстановить и роскошная перламутровая подвеска в оправе золотого тона причем вот эти лапки которые охватывают перламутр эмиттер твердерис такое символичное украшение так это что-то такое большое большое при большое массивное при массивное кто это у нас это на пену я думаю что это ближе к 80-м когда стало модно носить такие крупные в машине но сейчас это тоже очень модно отличное тоже состояние есть тоже маркировочка на пне так а вот что это такое это что-то очень старенькая при старенькая я так понимаю это цветок эпоксидной смоле скорее всего и серьги на винтах это патина немножко конечно металл уже по подъела но это красиво скажите свое мнение по этому поводу так еще одни сережки клипсы от компании маны здесь все просто золотого тона основа и пластик немножко есть повреждение не визуализируется конечно с фасада но все равно нужно бы что-то придумать так еще один браслетик мой какая красота тут маркировочки нет да эти тоже очень похож на коровский здесь побольше будет 18-18 не 18-19 может даже на 20 лица кристаллы а.б. роскошная вещица это 50-е 60-е дальше колье ну это сороковые однозначно все в патине сеточка тогда в моде было в украшениях маркировочек нет шпирингельный замочек нужно почистить хотя вот я даже не знаю как лучше перед продажей чистить украшения чтобы они к вам приходили очищенные или лучше их не трогать и вы сами будете с ними что вам что получать украшение аутентичном виде это на что ты же кора брошечка коровская давно мне не попадалось такое количество интересных старых украшений в одном месте вот все хуже и хуже ситуация на самом деле вот мне как девочки писали по мус россии или откуда что они им тяжело тяжело найти эти украшения хорошие на ebay я вам хочу сказать их тяжело уже стало найти даже не на ebay то есть время идет вот эти старые украшения они либо по коллекциям уже раскуплены либо износ понятно какой-то потери потому что даже я у меня недавно браслет коровский он просто видно вот этот зажим механизм который удерживает где же он просто где-то разжался я даже не поняла как я его потеряла то есть все с концами классный браслет сорковые годы в подличном состоянии но вот где-то вот застежка дала так сказать сбой поэтому сейчас уже как бы винтажными начали считать более современные там бренды которые начали работать в семидесятых восьмидесятых там тот же чикос и так далее джей крю вот сережечки с очень интересными стеклянными вставками посмотрите как интересно сделано вот это очень похоже натуральный метис скажу вам честно ну это старые серьги а чем раньше делалось тем больше вероятность того что туда могли поставить скажите мне вам скажу драх полудрах так колье сочетание стекла и люцита я так понимаю хотя нет это все стекло стеклянный подвес интересный такой темно-бордового цвета думаю что гранатовое стекло и различные формы стеклянные бусины прозрачные матовые и и жемчужинки коротенько она будет думаю что тоже где-то 50 и под шейку тогда женщины были по мельче так кто это у нас крамор черненый металл браслет и роскошная молочное стекло не только молочная дакута молочная это а это какое-то перламутровое что это такое размерчик такой себе на двадцатку дума оденется как знаете чем чем больше размер тем больше повышаются шансы у вас его приобрести park lane тоже известный бренд такая лаконичная подвесочка на цепи много здесь мы все сегодня я думаю что не посмотрим но будем смотреть до упора так здесь маркировочек нет но брошь роскошная серебряный тон интересное гранение и цветы с фиолетовыми кристаллами красота просто красота вот я вижу что одного камушка не хватает и здесь у меня валяется вот такой камушек может быть он отсюда наверно да ой как хорошо удаченько сложу это все вместе и так следующее украшение это у нас тоже 40 вин 3 но вот это украшение сделано в стиле свобода свобода кстати сейчас вообще практически невозможно скидь адекватные деньги купить натуральный камень золотой тон брашировочка такая роскошная брошечка это тоже очень старинная вещичка очень это я думаю что может быть даже и не 20 век вот и камушек они очень похож на марганит очень похож нужно будет понять что это так дамы и господа маркировочек к сожалению нет есть один бренд который идет похоже к решение ожидала но это не он ну красота матовый металл золотого тона и слегка иногда чуть-чуть украшен глянцевым там них обувь перчатки и модники модники так что у нас дальше это еще на 2 так что это знаете что это это коралл скин и джилл называется скорее всего что серебро такие проставочные и смотрите смотрится скажем так простенько а на самом деле это такая вещь не дешевая так еще один это розовый кварц проставленный какими-то бусинками такими радужными что ли и затяжка шпрингельная вот я в такую сборку не люблю что вы скажете я бы пересобрала конечно место что когда начнешь пересобирать то не будет не хватит понятно я уберу я уберу все весь этот бисер так еще одна перламутровая роскошь вот место что такие тоненькие пластиночки но зато они очень одинаковые вот и тоже в виде пластинок сделанные звенья цепи тут все прекрасно нужно только почистить и будет просто кому-то большое счастье так вот такая брошечка это тоже 30-40 арт-деко листик у нас уже делаем по времени концу идет так значит брошечка не маркирована но я видел такие броши это япония до военной японии эмаль великолепно сохранилась фирму я не помню у них наверное бирка была маркирована или что-то такое так что это что это это нас хобби это нас хобби это тоже очень редко сейчас встречающийся бренд роскошный в хорошем состоянии такой крупный подвес сейчас сейчас модно и актуально цепь тоже вернее сетка очень модно так и следующее а это что-то такое интересное из кусочков перламутра выложена мозаика голый боже какая красота и голод мира но это такая тонкая работа и вы мне извините вот это все дело подобрать так идеально чтоб стык стык просто шутки от этого так что у нас еще есть вижу два браслета простых но это крон три фаре я думаю что они мне будут малы я не буду их впихивать вот у меня проблема у меня тонкое запястье но у меня широкая вот эта часть и поэтому те браслеты которые застегиваются я одеваю без проблем те которые надо одеть через руку я и ходить не могу но кому-то крупно повезет так дальше от компании голдет я знаю что очень многие любят украшение голды ты собирают их роскошная вещица интересно что ну это все ли голдет видите каждое каждое звено оно отличается имеет какие-то особенно здесь вообще муха это все полудраги вставлены и очень красивенький такой браслетик как бы но он тоньше чем мне хотелось бы но весьма и весьма так и что и будем мы наверно заканчивать дать что-то интересненькое я найду вот я думаю что это серебро серебряный браслетик найти в америка смотрите какая интересная застежечка я почему так уверена потому что я уже видела такие браслеты значит вставляется здесь вот такое отверстие и поджимается штырёчек ручная это работа немножко патина конечно ну я думаю что она давняя очень поэтому пантиной немного подъела так конечно хочется столько всего интересного ну давайте еще парочку и уже будем реально закругляться потому что я потом просто это видео не смогу загрузить есть такие вещи красивые посмотрите какая красота ну вот это скорее всего что черепаховый пластик хотя надо проверить может быть это что-то натуральное флёрдый лис замочек тоггл бирюза посмотрите какая вещь роскошная прямо роскошная по-другому не сказать и последнее сегодня что мы с вами посмотрим это вот такая брошь она не маркирована она очень тоже старая немножко надо поджать замочек тут же сам замок съехал в сторону от старости и множественных употреблений и очень красивые такие перпы кристаллы ну вот и все я на сегодня с вами прощаюсь подписывайте ставьте лайки пишите комментарии а я к вам вернусь через неделю с порцией новых интересных украшений и вы получите очередную порцию удовольствия счастья здоровья любви и конечно же мирного неба над головой хэв гудэй бай 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 ваша ника